Создание Крымской платформы – это создание широкого антироссийского фронта. Однако не все страны согласны идти на дипломатическую, экономическую и политическую конфронтацию с Кремлем. О том, как в Москве отнеслись к Крымской платформе, рассказал в интервью Кавказскому бюро доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации офицеры России Александр Перенджиев. Недавно состоялся саммит Крымской платформы, которая должна была сформировать антироссийский блок. Как вы в России отнеслись к данной инициативе? Безусловно, отнеслись отрицательно. Но это с одной стороны. С другой стороны, как к форуму, участники которого находятся в каком-то для себя иллюзорном мире. Дело в том, что Крым не был оккупирован официальной Москвой. Это жители Крыма и Севастополя приняли решение вернуться в состав России. При этом это решение было продиктовано не действиями официальной Москвы, а желанием крымчан и севастопольцев путем перехода в состав России обеспечить защиту своей жизни от расправы со стороны украинских националистов. Собственно, возможный сценарий такой расправы все увидели на примере действий ВСУ и националистических батальонов в Донбассе. Один из моих товарищей, выпускников Симферопольского высшего военного училища, который проживает в Московской области вместе со своей семьей. Он и его супруга, оба урожденные Украинской ССР, сомневаясь в том, что насколько было сильно желание крымчан перейти в состав России, спросил у своих знакомых в Крыму по этому поводу. Ответ был таков. Радость была такая, что впервые за все время закончилось спиртное в магазинах. Пьянящая радость. Поэтому перейти в состав России, это добровольный выбор жителей Крыма и Севастополя, который нашел свое юридическое закрепление в результатах референдума в присутствии международных наблюдателей. То есть вопрос не в том, что официальный Киев хочет вернуть Крым, а в том, что жители Крыма не хотят возвращаться в состав Украины. Поэтому участники Крымской платформы показывают свое неуважение к гражданам Крыма, к их добровольному выбору и желанию быть в составе России. То есть, демонстрируют свое неуважение к правам и свободам крымчан и севастопольцев. Кстати, западные страны были слабо представлены на данном мероприятии. О чем это говорит? Это сигнал о том, что Запад не поддерживает антироссийское направление Киева. Именно так. На Западе прекрасно понимают, что играть в возвращение Крыма с Украиной, это осуществлять агрессию против России и ее граждан. Ведь, например, сейчас осуждают на Западе и в определенной степени в самой России, попытки СССР вернуть в свой состав Финляндию, как бывшую территорию Российской империи. Вспомним, хотя бы слова песни «Принимай нас, Суоми красавица». В составе СССР даже после войны еще была Карельская ССР в качестве полноправной союзной республики, как раз в надежде, что она станет базой для включения в нее Финляндии. Но время показала абсурдность этих планов, несмотря на мощь самого и авторитет Советского Союза после Второй мировой войны. Поэтому все планы по поводу возвращения Крыма в состав Украины абсурдны и авантюрны из-за того, что вооруженные силы РФ и другие отечественные силовые структуры полны решимости защищать свою территорию от любой агрессии. И обладают для этого всеми передовыми современными вооружением и техникой. А главное, мужеством и решимостью, а также высоким профессионализмом. Тем более, что в самой России и тем более в Крыму хорошо понимают, что полуостров может стать только американским, натовским, но не украинским. Отдельно стоит отметить, что Турция была представлена там на уровне главы МИД, в то время как Азербайджан не был представлен на данном мероприятии. Как вы оцениваете данное решение правительства Азербайджана? Как весьма мудрое и разумное. Россия уважает территориальную целостность Азербайджанской республики. Эту позицию неоднократно озвучивал в своих выступлениях Владимир Путин. Официальная Москва не вмешивалась в конфликт на стороне Армении на протяжении всей 44-х дневной войны. Оставаясь над схваткой, она стала главным субъектом урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Поэтому отсутствие представителя официального Баку на так называемой Крымской платформе, которой никогда не приедет никакой поезд, официальной Москвой воспринимается как позитивный жест в вопросах дальнейшего восстановления суверенитета и целостности Азербайджанской республики. Недаром и официальный Ереван, пусть пока и весьма противоречиво, но стал также делать движение в этом направлении.